Добрый день, уважаемые участники! Сегодня с вами специалисты психиатрической больницы имени Ганнушкина и в рамках просветительского проекта «Псиграмота. Виси и стигма» сегодня мы посвятим вебинар самотофорным расстройствам. С вами врач-психотерапевт Железнова Ирина Олеговна. И если у вас будут вопросы, можно их писать в чат. Я попробую на них ответить. В рамках сегодняшнего вебинара мы поговорим с вами о рубрике в МКБ-10. Это рубрика 5, и она посвящена невротическим, связанным со стрессом и самотофорным расстройствам. И вначале мне очень понравилась цитата. Она сказана представителем не медицинского круга, а круга богемного. И звучит она, пока существует физическое напряжение, не может быть речи о правильном, тонком чувствовании и о нормальной душевной жизни роли. Поэтому прежде чем начать творить, надо привести в порядок мышцы, чтобы они не сковывали свободы действия. Это сказано уважаемым Станиславским. И эти слова, как нельзя кстати, сегодня очень характеризуют нашу тему. Итак, глава 5. Невротические, связанные со стрессом и самотофорные расстройства. Как вы видите, здесь несколько психических расстройств, которые мы уже старались сосветить. Среди них апсисно-компульсивные расстройства. Очень много времени было посвящено тревожно-фобическим расстройствам. Также вы, наверное, неоднократно встречали много информации о реакции на тяжелый стресс и адаптационные расстройства. И сегодня мы поговорим по рубрике F45. Это самотофорные расстройства. В самом слове самотофорные можно увидеть два составляющих слова. Это сомато и формные. То есть мы говорим о том, что симптоматика является соматической, но в то же время причина этих соматических недугов или симптомов лежит не в самих органах, а именно в центральной нервной системе, именно в регуляции коры, подкорки и связана большей частью с стрессовыми и дистрессовыми состояниями. Что же объединяет все эти расстройства именно в главу номер 5? Как уже было сказано мною, то есть эта глава посвящена именно невротическим расстройствам. Поэтому и самотофорные расстройства мы можем отнести именно к невротическим. То есть здесь ведущая роль – это психогенный фактор, функционально обратимый характер этих расстройств, отсутствие психотических симптомов. Мы уже говорили с вами, и вы уже в рамках нашего проекта узнали, что психотические симптомы – это бред, галлюцинации, неправильное агрессивное поведение. И историческая связь всех этих расстройств, потому что их рассматривали исторически во взаимосвязи нервной системы, центральной нервной системы, системы и соматического благополучия. Итак, самотофорные расстройства – это группа психических, именно невротических заболеваний, проявляющихся в виде напоминающих соматическое заболевание симптомов. В нем также, в этой подгруппе, находятся несколько уточняющих расстройств. Это соматизированное расстройство, это ипохондрическое расстройство, самотофорно-вегиративная дисфункция, так называемые органы и неврозы, и состояние упорной самотофорной боли. И в данном вебинаре мы с вами познакомимся с каждым из них, и я постараюсь вам рассказать об отличии каждого из них. Итак, соматизированное расстройство. Какие клинические признаки? Это множественность соматических симптомов, это нестойкость соматических симптомов, это видоизменяемость соматических симптомов, длительность в течение двух лет и более, нарушение поведения в сфере социального, межличностного и семейного функционирования, и наличие шести и более симптомов из двух разных групп. То есть, если говорить простым языком, человек приходит и приходит именно к врачу, далеко не обязательно к психиатру, потому что так как начинает болеть, колоть или так дискомфортно чувствовать в каком-либо органе или части тела, поэтому, естественно, согласно расположению или согласно системе, в которой входит этот орган, человек идет к тому специалисту, который может в этом разобраться. Соответственно, это может быть и пульмонолог, соответственно, это может быть гастроэнтеролог, кардиолог, ну и, в общем-то, если беспокоят симптомы мочеполовой системы, это может быть врач-уролог. Поэтому, естественно, по тем жалобам, по тем симптомам, которые беспокоят, он обращается к интернистам и начинается круг обследования. Причем жалобы эти должны быть в течение двух лет, как было уже сказано, да, это не только появившиеся. И поэтому вот этот период, как правило, и человек посвящает поиску именно того заболевания или дисфункции, да, которые, в общем-то, считают или действительно его беспокоят в той или иной системе. Как я уже сказала, это может быть и жудокишечные симптомы, и сосудистые, урогенитальные, кожные, болевые. И вот эти два года, в течение которых все-таки данный пациент будет ходить по врачам общей практики, сдавать соответствующие анализы, получать консультации, пытаться разобраться с тем состоянием, которое его беспокоит. И по истечении там, ну, это средние два года, бывает и больше, бывает и пять лет, но, в общем-то, повезло тем, кто, если специалисты, сказав уверенно о том, что они не находят патологии в том или ином органе, которые беспокоят человека, они направляют его к психотерапевту, психологу, психиатру. Конечно, такой посыл не всегда воспринимается дружелюбно, и многие пациенты уверены о том, что это не так, и начинают аффектироваться. Вот поэтому в данном случае, конечно, не самый простой вопрос, и до сих пор он остается, ну, не то, что там камнем преткновения, но достаточно таким эмоционально насыщенным вопросом, к кому идти и что лечить в данном случае. Следующее – это ипохондрическое расстройство. Здесь, в отличие от соматизированного расстройства, мы видим стойкую озабоченность возможностью наличия тяжелого соматического заболевания с прогрессирующим течением, мысль об этом беспокоит пациента не менее шести месяцев, так же, как и симптомы. В отличие от соматизированного расстройства, данный пациент будет уверен в том, что у него действительно есть тяжелое заболевание, просто его не могут найти, не могут диагностировать. Поэтому он будет более настойчив в данном случае в своих обследованиях, может быть даже более агрессивным в этом плане, и пытаться все-таки доказать врачам, что у него есть это расстройство, и они обязаны у него его найти. И также второй вариант здесь может быть постоянно озабоченность предполагаемым уродством или деформацией, так называемая дисморфобия, когда человеку очень сильно не нравится какая-то часть тела, чаще всего, конечно, это лицо, хотя может быть и само тело, и он пытается как-то избавиться от этой части, которая ему не нравится, с помощью либо хирургических вмешательств, либо с помощью еще каких-то инвазивных методов. Присутствует фиксированность на телесных ощущениях и их утрированное столкование. То есть это где бы там ни возникло какое-нибудь покалывание, или там парастезии, и это все очень серьезно воспринимается и трактуется в рамках мысли о том, что есть тяжелое соматическое заболевание. Естественно, такой человек испытывает нарушение нормального функционирования повседневной жизни, то есть он, в общем-то, бесконечно находится на обследовании. И очень здесь также показательно это отказ принять иную причину возникновения неприятных ощущений. То есть ипохондрическое расстройство, оно более в этом плане, в отличие от соматизированного, более упорно. И человек более упорно ищет то, чего специалисты у него не могут найти. Естественно, он фиксирован, естественно, он озабочен, и естественно, он эгоцентричен в этом случае. И вся семья, как правило, в общем-то, подключается к его тревоге, и, в общем-то, семья начинает дисфункциональную такую вот историю. Ну и в этой же рубрике, в рубрике соматофорных расстройств, непосредственно, очень часто встречающаяся соматофорно-вегетативной дисфункцией, так называемые органные неврозы, с которыми, наверное, в общем-то, встречались либо вы, либо ваши близкие, родные люди. Вот когда это жалобы на расстройства системы или органы, регулируемых вегетативной нервной системой. Также здесь страх и беспокойство за наличие соматического заболевания, признаки вегетативного возбуждения, сердцебиение, потливость, тремор, отсутствие объективных признаков нарушения структуры либо функции органов и систем. То есть также врачи не находят именно нарушения функции органов. Ну и в подгруппах здесь расстройство сердечно-сосудистой системы, кардионевроз, вегетососудистая дистония. Также могут быть затронуты верхние отделы желудокишечного тракта, проявляющиеся аэрофагией, икотой, неврозом желудка, то есть в виде некомфортных ощущений, в виде того, что человек мало поел, но у него ощущение, что он съел там очень большое количество еды, или наоборот, он только поел, но у него бесконечное чувство голода, и вот этот вот непонятный по ощущениям постоянно меняющийся симптом, он не дает человеку, в общем-то, покоя. Человек находится в тревоге и тоже пускается в поиск того заболевания, о котором говорит симптом. Также могут быть включены нижние отделы желудокишечного тракта, так называемый синдром раздраженной кишки, психогенный понос, метеоризм. Сюда может быть включена дыхательная система, так называемый гипервентиляционный синдром, тоже знаком. Мочеполовая система включена, здесь популярны гипереактивные мочевые пузы, дизурии, но и другие органы системы. И очень распространенно в этой подгруппе хроническое самотофорное болевое расстройство. Когда упорная, жестокая, мучительная боль не менее 6 месяцев в любой части тела беспокоит пациента, начало его отчетливо связано с эмоциональным конфликтом или психосоциальными проблемами. Сюда включается психогенная боль в спине, психогенная головная боль. И в рубрике «Другие самотофорные расстройства» включены дисфагия, дезминария, зуд, кривошея, скрежетание зубами. Тоже очень популярный симптом. Вы насколько такой, как скрежетание зубами. И, естественно, люди ищут причину. И, в общем-то, часто эта причина лежит именно в бесконечном напряжении человека, в ежедневном, когда он не может расслабиться даже ночью. И вот этот тризм верхней и нижней челюсти настолько мощный, что создается такое скрежетание зубами. И, соответственно, рубрика данная включена в очень популярный на сегодняшний день парадигму. Это биопсихосоциальное происхождение всех болезней. Психосоматические заболевания представляют такую основную группу. На самом деле, мы, наверное, можем все болезни назвать психосоматическими, потому что если это не болезни, возникшие в раннем возрасте, отначающиеся либо генетическим, либо к раннему нарушению работы органов или систем, то, в общем-то, мы болезни накапливаем за счет того, что мы длительное время находимся в дистрессовых состояниях. То есть вся наша система, центральная нервная система находится в состоянии перенапряжения. И, соответственно, дезрегуляция, дезрегуляция вегетативной нервной системы приводит к тому, что, в общем-то, тот или иной орган и, естественно, тот или иной сосуд, который выпитает, находится под влиянием вегетативной нервной системы, парасимпатического-симпатического отдела, если они страдают под дезрегуляцией центральной нервной системы, то, естественно, идет дисбаланс, который проявляется сначала тем или иным симптомом, потом может перейти в то или иное заболевание. И по жизни мы идем потом с хроническими диагнозами, которые бесконечно, в общем-то, пытаемся вылечить. И наш российский врач-психиатр, психофармаколог, доктор медицинских наук, профессор-академик Рам Смулевич, он классифицировал психосоматические заболевания на классические психосоматозы. Ну, он собрал, да, это все в единую вот такую систему, где выделяются так называемые классические психосоматозы, святая семерка, это гипертоническая болезнь, язвенный колит, нейродермит, бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка и демисперсной кишки, ремотоидный артрит. То есть у всех этих заболеваний, психосоматозов, явным является такой психологический дистрессовый компонент. Сюда мы к психосоматическим заболеваниям можем отнести нозогении, это реакции личности на болезнь. У каждого человека есть своя внутренняя картина болезни, о которой он читал, слышал, видел, с детства кто-то болел, да, и создаваясь вот именно на психологическом уровне эту внутреннюю картину болезни, она может сказываться на течении любого заболевания. Называется это нозогении. Соматогении, когда психические нарушения возникают вследствие соматической вредности, то есть когда у человека стоит достаточно серьезный, диагностировано достаточно серьезное заболевание, и он, естественно, психологически реагирует на него. Тот же инфаркт миокарда, да, когда человек начинает, ему все говорят, вам нельзя стрессовать, вы должны себя беречь, да, и человек начинает, в общем-то, бояться любого стресса, да, вся семья, опять же, также начинает бояться его каким-то образом вывести из равновесия, но надо понимать, что человек пришел к такому соматическому заболеванию, находясь уже давно, да, в стрессе, и, естественно, в общем-то, не вывести его из равновесия, это крайне сложно. И непосредственно соматоформные расстройства, о которых мы с вами сегодня говорим, от них относятся к классу невротических, то есть возникает на фоне психологического стресса или так называемого дистресса, имеет обратимый характер, не имеет патологического очага именно в самом органе, и, в общем-то, обоснованы, скорее, дезрегуляция центральной нервной системы, вегетативной нервной системы. И вот напомнить вам картинку, да, насколько у нас такая вот обширная сеть вегетативной нервной системы, которая, в общем-то, инервирует все органы, все внутренние органы, и настолько изначально при возникновении у нас и нашего организма, да, была продумана настолько четкая организация, что, конечно, сломать ее нужно постараться. И вегетативная нервная система имеет два отдела, которые работают по противоположным функциям. Это парасимпатический отдел и симпатический. И если обратить внимание на картинку, то вы увидите, что парасимпатический отдел представлен всего в двух местах. Это продолговатый средний мозг, там находятся ганглии, я имею в виду в центральной нервной системе, и в крестцовом отделе, да, несколько ганглиев, и все остальное – это симпатическая нервная система. Но у симпатической нервной системы, если основные ганглии находятся паравертебрально, то у парасимпатической нервной системы ганглии находятся в основном около органов, да, или в самом органе, или около него. Это тоже, в общем-то, логически обосновано для того, чтобы функция организма гоменостасова поддерживалась на протяжении всей нашей жизни. И интересно, так вот, в скидку можно увидеть, что, ну, возьмем любую ситуацию, да, стрессовую, допустим, экзамен, перед экзаменом, да, мы что чаще всего, чаще всего что мы испытываем? Мы испытываем либо чувство, там, нехватки воздуха, да, либо такой, так называемый, на роде медвежью болезнь, да, когда желание сходить в туалет все чаще и чаще становится, либо в обильное слюноотделение, да, то есть когда есть определенный уровень тревоги, то реагирует парасимпатический отдел, как бы поддерживая именно, сообщая нам о том, что вот мы находимся в тревожном состоянии. И если мы переходим именно непосредственно в страх, да, когда уже вот организму нужно либо бежать, либо бороться, тогда, в общем-то, меняется вегетативная система с парасимпатической и несимпатической регуляцией, имеется в виду органов, и, в общем-то, вы можете тоже увидеть, что у страха глаза велики, да, расширяется зрачок, слюны не хватает, дыхание становится глубоким, увеличивается частота сердечных сокращений, замедляется пищеварение, стимулируется выделение глюкозы, адреналина, расслабляется мочевой пузырь, сокращается прямая кишка, и мы готовы к действию, да, если в первом случае мы просто в тревоге, там, не знаем, куда себя деть, да, как, то здесь, конечно, организм уже готов на мощную реакцию, чтобы спастись. Ну, и если говорить о происхождении, да, всех психосоматических расстройств, включая санатофорные расстройства, то нельзя не коснуться известной теории специфического психодинамического конфликта Александера. Мы с вами уже о ней говорили, что впервые, да, он предложил теорию, согласно которой симптомы вегетативного невроза являются не попыткой выражения подавленного чувства, как говорил Фрейд, а физиологическим сопровождением определенных эмоциональных состояний. То есть если Фрейд считал, что через орган говорит подавленная эмоция, которую мы себе запрещаем, то Александер говорил о том, что как раз вегетативная дисфункция, симптом санатофорность сопровождает какое-то эмоциональное состояние, очень сильно выраженное, неудовлетворенное, очень сильное напряжение, потому что эмоция – это энергия, да, а энергия всегда найдет точку приложения, и не всегда это чисто психологические какие-то моменты, да, тело тоже нам помогает распознать эту эмоцию или, по крайней мере, сообщает нам о том, что мы находимся в каком-то сильном эмоциональном напряжении. И существует очень много, сейчас немножко я перейду к следующему слайду, вот существует очень много логических, наверное, скажем, больше логических умозаключений, чем доказательных, да, то есть о том, что какой орган, о чем нам говорит. Очень часто, вот, допустим, те же ангины, фаренгиты, да, свидетельствуют о том, что человек находится в обиде, или он чувствует себя невысказанным, то есть когда у человека накопились, его не слышат, да, и у него накопилась на этот счет какая-то сильная эмоция, в частности, обида, то это может сказываться на таких вот постоянных симптомах больного горла. Ну, это одна из карт, она просто символична, вы можете найти их очень много, с этими картами работают и рефлексотерапевты, и, в общем-то, кинесиологи, ну, много специалистов, которые обращают и психотерапевты, да, всевозможными психотерапевтическими методами, о которых мы тоже будем говорить позже. Ну, и такое схематическое представление развития соматического заболевания, да, по Александеру, когда есть интерпсихический конфликт, то есть именно конфликт внутри самого человека, который вызывает хроническое эмоциональное напряжение и соответствующие функциональные сдвиги, либо в симпатическом звене вегетативной регуляции, либо в парасимпатическом звене вегетативной регуляции. И потом уже, когда проходит много времени, где тонк там рвется, а тонк там мы можем проследить по нашему роду, да, то есть если, допустим, болезни сердца прослеживаются на протяжении нескольких поколений, то можем понимать, что здесь у нас есть слабое звено. Уж какой это уровень слабого звена, да, то есть рецепторный, нейромедиаторный или еще какой-то, это вот в медицине предстоит узнать, на какие-то моменты мы можем ответить на какие-то вопросы, да, на какие-то еще нет, но тем не менее, фактически мы приходим к болезни, которые тоже, как я говорила, уже имеют психосоматическую природу, причем все болезни. Если это раньше была святая семерка, то сейчас она настолько расширилась, настолько дополнилась, что можно сказать, что все наши хронические заболевания, практически, да, ну, наверное, даже все, имеют психосоматическую природу. И мы не можем это исключать, находясь вот на современном этапе развития медицины. И хочется еще остановиться на одной популярной теории, это мышечный панцирь Вильгельма Райха, да, когда также он был первым клиническим ассистентом Фрейда, основоположником является вегетотерапии, его вклад в психосоматику известен так называемой аргонной энергией, это биологическая энергия. Естественно, она течет вверх и вниз по телу вдоль позвоночника, и хронические мышечные зажимы, которых он выделял семь, блокируют три состояния, тревожность, гнев и сексуальное возбуждение. То есть он считал, что эти сильные эмоции, они, в общем-то, всегда создают мышечный панцирь или характерный панцирь, что является одним и тем же. И вот это кольцо мышечного панцира формируется под прямым углом к потокам, к естественным потокам энергии и препятствует движению этой энергии. Мышечные зажимы ограничивают как свободный поток, так свободной энергии, так свободное выражение эмоций у человека. Поэтому он предложил механизмы разблокировки. Это механизмы работы с телом. Это так называемая телесно-ориентированная терапия. Этот механизм лег. И, в общем-то, он работает. И телесно-ориентированная терапия является очень популярной на сегодняшний момент популярным видом вообще психотерапевтических методик. Хотелось бы остановиться еще на таком понятии, как, или таком вопросе, как распознать. Все-таки это соматический симптом, говорит о том, что патология есть в самом органе, или это функциональный симптом, когда патологии в органе нет, но при этом мы чувствуем его и чувствуем дискомфорт в том или ином органе. И выделили вот несколько моментов, можно выделить, которые помогут вам сориентироваться и распознать, все-таки это соматоформная дисфункция или это уже какой-то соматический начал соматического заболевания. То есть, если это психосоматическое расстройство, соматоформная дисфункция, то будет несоответствие жалоб объективным методом исследования. То есть, человек жалуется в анализах крови, в функциональных исследованиях специалисты не находят патологии этого органа. Необычный описательный характер жалоб тоже очень характерно, потому что люди с психосоматическими расстройствами склонны описывать поэтически, поэтически описывать свои жалобы. Они носят несколько даже нехарактерные для классического описания словосочетания. То есть, там может жечь. То есть, болевой синдром, когда говорит о боли, когда просишь описать эту боль, начинается очень такое вот красивое описание в виде жжения, в виде, там, то горит огонь, то как будто лед приложили, да, то есть, это от работы, то есть, человек указывает нам на ощущения, и они очень разнообразны и очень богаты. Полиорганный жалоб, да, когда не в одной системе, а во нескольких системах существуют эти жалобы. Яркая эмоциональная краска, то есть, это всегда об этом говорится достаточно живо, эмоционально ярко, и надо еще, можно ориентироваться на такие вещи, как, допустим, у человека приступ, ну вот возьмем бронхиальную астму, да, приступ бронхиальной астмы, и человек действительно, он не может выдохнуть, да, там, различия, если при гипервентиляционном синдроме человек в основном не может вдохнуть, ему не хватает воздуха, то здесь человек не может выдохнуть. Человек с бронхиальной астмой всегда примет вынужденную позу, он не будет, он начнет переподниматься, да, на руках для того, чтобы как бы облегчить себе, расширить эту зону вдыхаемого воздуха, облегчить объем, да, увеличить объем, облегчить, и будет очень аккуратно обходиться с этим состоянием, потому что воздуха не хватает. Что делает человек с гипервентиляционным синдромом, да, он будет бежать, открывать окна, двери, если он вызовет скорую, то он будет бежать навстречу этой скорой, да, активно размахивая руками. Конечно, здесь очень четкое понимание разницы между психосоматическим симптомом, да, и действительно симптомом соматического заболевания. Также несоответствие локализации боли периферической иннервации или проекции больного органа в топографическую зону, нестойкость или, наоборот, акцентированная стойкость симптома, отсутствие динамики в состоянии при нагрузках и провокациях соматической патологии и неэффективность самототропного лечения. Неэффективность самототропного лечения, оно, конечно, выявляется не сразу, потому что какое-то облегчение все равно есть, но единственное, что как только прекращается лечение, симптомы все возвращаются. Это тоже один из дифференциальных признаков психосоматического расстройства. Ну и лечение. Естественно, медикаментозное лечение является приемлемым и начинать можно из психотерапевтического, с медикаментозного или вести их параллельно в зависимости от состояния, в зависимости от того, как человек отреагировал, насколько долго он там находится, какой тревожный компонент у него находится, можно ли с ним говорить о рациональных вещах или он даже слышать не хочет. Поэтому, в общем-то, здесь очень индивидуальный подход. Из медикаментозного лечения мы используем и антидепрессанты, и транквилизаторы, и небольшие дозы атипичных нейролептиков, опять же, в зависимости от того, насколько упорно, насколько длительно, насколько психологически переживаемо, то, на что жалуются пациенты. Ну и кроме медикаментозного, здесь большое обширное поле для работы психотерапевтов, и с пациентом можно не только говорить, но с ним можно и заниматься, именно с его телесными симптомами. И здесь богатство телесно-ориентированной терапии. Самое простое, это самое внушение, вот этот тренинг, создатель французский фармацент Эмиль Куэ, который работал у себя в аптеке, видел, что если он пациенту комментировал выдачу лекарств тем, что это обязательно поможет, и человек справится, то эти люди действительно выздоравливали быстрее, и действительно, в общем-то, лучше реагировали на все имеющиеся на то время препараты. Здесь небезызвестная вам прогрессирующая релаксация, разработанная в 20-е годы, 20-го века американский физиологом Эдмартом Якобсом, когда тренировка мышц через нагрузку расслабления, нагрузку расслабления приводит к расслаблению, в общем-то, человек чувствует облегчение во всем организме, это медитация, это ребёфинг, дыхание непрерывное, это холотропное дыхание американского психиатра Станислава Грофа, тоже, в общем-то, практика имеет место быть, это вегетотерапия Райха, танцевально-двигательная терапия, в общем-то, я привела здесь наиболее популярные, их ещё много, можно и использовать терапию голосом, там очень много задействовано систем, для того, чтобы научиться петь, надо расслабиться, ну и, в общем-то, вся схема работает тоже через расслабление, ну и, хотелось бы остановиться ещё на такой небольшой детали, у нас сейчас, мы сейчас пользуемся классификацией, международной классификацией болезней 10-го пересмотра, в течение следующего года, да, мы будем потихоньку вводить новую классификацию, уже 11-го пересмотра, и, как показано на слайде, соматоформные расстройства, соматизированные, соматоформные дисфункции у нас перейдёт в так называемый телесный дистресс, то есть, само название уже говорит о том, что всё-таки это дистресс, который человек, в котором человек находится, и проявляется он через телесное недомогание, через телесные симптомы. трямонно оттуда. Традиционно становимся на структуре нашей психиатрической больницы, где вы можете получить и стационарную, и внестационарную помощь. Работает телефон доверия, неотложная помощь, справочная служба. следующий вебинар у нас будет посвящен психическим расстройствам позднего возраста проведет его врач-психотерапевт лязянская мария анатольевна на сегодня у меня все я благодарю вас за внимание если есть вопросы можно задавать мне показывают что вопросов нет и вас поздравляю с наступающим новым годом желаю вам крепкого здоровья остальное все приложится до новых встреч до свидания